всем привет очередная съемка во дворе у нас тулантом лежит загорает но функция сегодня что-то спряталась куда-то за облаками буржуйка у нас еще тут стоит здесь немножко приварил еще для чайника для чайника для сковороды для котелка принципе все в лизе и в этой серии в этом фильме я хочу немножко рассказать про свою скважину которые мы жили в прошлом году как и прошлых видео я говорил что за эту скважину я оплатил 40 тысяч рублей некоторые даже в комментариях удивлялись за такую сумму вот и скважина у меня 90 литров воды только выходит и приходится минут 15 ждать чтобы опять набралось воды но это недолго что 90 литров вполне достаточно сразу не ну никак не получается что использовать если такой объем только заливать воду прошел год как мы вырыли это сейчас я открою крышку прошел год с того дня как мы вырыли все это например на год это я зимние утепление у меня еще зимой утеплялся здесь прохладно как-то и за этот сезон также мне писали что все замерзнет что ерунду какую-то я сделал как обычно в комментариях пишут но за год у меня никаких проблем не было до сегодняшнего дня сейчас вот почему-то начал насос ночью включаться и думаю у меня обратный клапан там проблема с обратным клапаном она пробила где-то вроде потом нигде ничего не должно течь как писали что у меня у меня примерно сантиметра 10 под землей уходит это труба и писали что все замерзнет зимой но ничего не замерзла этот кабель обогревательный но который греет саморегулирующийся конец изоляции этот любые морозы выдержала ничего не замерзла сегодня попробую как сказать отсоединю я этот переходник тут и вытащим насос поменяю обратный клапан и думаю годик так же будет тут как сказать работать может быть даже где-то вот тут у нас какая-то проблема может быть но тут вроде все герметично конденсат ничего тут нет посмотрим перед тем как вытащить насос надо выкачать оттуда воду вот эти очень чистая вода с известью к сожалению так вот гудит как будет заканчиваться конечно же был поменять это труба вот на по размеру сотка на вам надо сколько там это 7 метров воды тут 8 метров пустота но отсюда скажем от верху я там 8 метров потому же уровень воды 7 метров сейчас полностью выкачаю и отсоединю вот тут будем уже поднимать влезет не лезет сюда блин что-то может будет это мешаться тоже как-то отодвинуть насос насколько он толстый не помню уже какой нас у стоит одним словом этот кабель ребят работает любой мороз что смело покупаете вот такой серий кабель вот так вот сейчас еще ведро ведро надо еще питьевую воду одно ведро хоть набрать потому что сейчас тогда выкачаю там немножко будет осадок что там зацепился что ли то ну-ка уйди драмат в ведре вот такой тоже налет образуется раньше когда колодец был у нас такой проблеме когда и не знали чтобы накид какой-то был ни разу так вот так вот чуть-чуть чуть-чуть успел включить ребят вот доказательство тому что обратный клапан пропускает пропускает вода уходит с трубы и очень быстро вон уже смотрите такая ржавчина тут действительно там да всему вина это обратный клапан все стало понятно значит надо менять хорошо что я в городе прикупил сейчас этим займемся ну что дернули мы шланг подняли примерно вот до сюда вон она где-то вода картина меня немножко удивила вообще пиздец что тут творится мама не горюй ребят никому не рекомендую эту скважину за такие деньги действительно что творится ребят смотрите у меня в колодец тут был вот жалко он из-за больших дождей короче земля ушла не стал я восстанавливать ну и это здесь такая картина сейчас я все по-быстрому сполосну все это дело от чего это вся хрень такая накапливается почему так вода как слеза она чистая она смотрите что происходит вот такой насос тут глубинный пипец не знал какая марка тут вообще блин как в городе в трубах нет все вот 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 тут стоит обратный клапан это думаю пропускает какой-то вот налет может это железо много воде еще какая-то я думаю что это известь думал походу тут мы напоролись на железо больше он в воде железа сейчас я все это вычищу всю эту хрень да и труба там она такая же может водолеем еще но как сказать ила вроде не было не засосало ничего проблем не было чтобы вот скажем что-то держала там бывает там с водой заходит в трубу ил обычный земля и этот этот насос засасывает потом не могут вытянуть даже рвутся трасса у меня пятерка толстый трасс это много лет хватит короче меняю и обратный клапан и спускаем обратно все ужасный вид все ужасный смотрите что творится блин что мы пьем ничего не подозревая в городских трубах что течет там вообще наверно ладно чему удивляться сейчас я буду чистить все и обратно спустим так кому интересно видно что у насоса у не пумп с винт 255 киловатт максимальная два кубич кубических часах что-то там 2850 оборотов в минуту максимально 90 метров ну год вот используя вроде нормально и на 15 метров хорошо воду поднимает думаю я еще сполосну это скважину сейчас водолеем что-то не хорошая картина здесь все есть контакт врача спустил я обычный насос водолей вибрационный будем качать и ржавчину эту немножко муть будет подниматься ворошить я все это у меня сполоскать обошла жара именно моя скаю туда-сюда все со стенок чтобы сполоснуть муть я поднимаю ну одним словом ребят буду выкачивать водолея напор слабенький долго уже качаю ну не справляется видимо там вода все приходит и приходит за посильнее и помощнее мотор уже качаю ничего не меняется однотонна еле-еле но ржавчина перестала идти это много туда-сюда гонял мотором осталось и никак не может закончиться вода вот я вытаскиваю водолей шланг все чисто я пришла это годами вот этот налет накапливается так-то чистая вода идет как сказать в трубу а в трубе уже откладывается вот это жать и на которые не очень красиво на вида так скажу не знаю что я добавить сейчас я это вытащу удобно конечно примерно так все что возможно что в моих силах я сделал один раз год принципе если и лот куда-то идет водолеем выкачивать надо но мне что-то насос не очень хорошо качает что-то слабовато или же здесь соединение пропускает может быть также половина воды там обратно уходит видите как пропускает обратный клапан пузырьки идут такие пузырьки вообще не должны идти неправильно на она встает под давлением одним словом выдавливает вот он обратный клапан принцип действия у него в одну сторону идет вода в обратную сторону уже держит там резиновая прокладка мембрана или как еще там назвать кольцо своя видимо отслужил то же самое по сторону воздух идет другую сторону не нужно идти переходник тут стоит соединяем и пускаем обратно в скважину наматывая обычная фум-лентой в этом обычный леон еще использую здесь у меня фум-лента стоит думаю также фум-лентой намотаю за какой-то ерунды столько время теряем так ну вроде все установили нален намотал ален короче не знаю там будет пропускать или нет время покажет сейчас уже этот насос отправим системы немножко капает еще дойдет даже вижу я в воду там вообще неудобно тут соединять конечно этот угол кошмар бля ну попробуем сейчас правильно там собрал или нет я уже не помню как разбирал так включаем сейчас насос так тут реле у меня стоит это для того чтобы если вода скважине закончится чтобы автоматом все выключалось насос ну и вот кнопочка сейчас включим и вон она пошла ела везде кругом воздух сейчас наполнится во все включилась да глянем что там протекает или нет вода идет вода идет вода вроде не протекает ребят сейчас я все эту весь объем я выкачаю несколько раз и там уже наберется чистая вода вот это мой сидят глубинный насос конечно мощный насос водолей у меня все пенсионер уже план пошла вода ну немножко чуть-чуть мутновато но это не страшно это раз второй так выкачаем и все чисто будет тулан тулан вот стой пока идет бежит вода идет бежит вода да все сухо все четко все сухо все четко вот и все кино заканчивая рвет короче еще дополнительно поменял фильтра смотрите в каком состоянии они каком ужасном состоянии жена сейчас вышла увидела все эту картину говорит давай в будущем году колодец вы выраем выкопаем а мне если честно не хочется ухаживать за скважины за колодцем за всем этим колодец тут копать надо не меньше десяти метров десять метров хорошая вода и и как сказать туда так же надо сруб срубить в колодец из бревен считайте десять метров надо я не знаю по кубонатру сколько выйдет в колодец эти цементные кольца как-то неохота мне тоже кольца они тоже знаете вот цемент не для питьевых вода не для колодца одним словом многие ставят там очень много людей ставят но лично мне не хочется там цемент самый полезный конечно же это елка сруб из елки но что там чешешься вот такое кино ребят немножко поснимал свои будни там я все собрал сменил фильтра будем надеяться что этот клапан прослужит хотя бы годик надо бы этот обратный клапан куда-нибудь повыше возле таких но подполье поставить где вот эти датчики у меня стоят гидробак надо разузнать если возможно это то лучше поставить туда чем поднимать насос менять там лишний раз вот уши чистые у тебя чистые уши ну все нормально ребята всем пока ждите новое видео до сих пор